Друзья, всем привет от рабочей молодежи! Очередной этап ремонта в моей будущей столярной мастерской, а именно утепление, завершен и в сегодняшнем видео подробно покажу, как все это дело происходило и с какими нюансами пришлось столкнуться. Если эта тема интересна, то усаживайтесь поудобней и приятного вам просмотра! Поехали! Как и с утеплением пола, первым делом направился на склад, где был закуплен пеноплекс толщиной 50 мм в том количестве, которое влезло в прицеп, а именно 19 пачек плюс 1 пачка толщиной 20 мм. Также приобрел тарельчатые дюбеля и клей-пену. Кстати, пена обошлась в два раза дешевле, чем в обычных строительных магазинах, поэтому еще раз рекомендую искать оптовые склады перед большими ремонтами или строительством, так можно сэкономить кругленькую сумму. По плану на утепление было выделено два моих выходных, а это 5 полноценных рабочих дней. Теперь о том, для чего мне был необходим пеноплекс толщиной 20 мм. Изначально финишную отделку в мастерской планировал делать из гипсокартона, смонтированного на металлический каркас из профилей, но в процессе работы понял, что дополнительно уменьшать место в мастерской не очень-то и охота, поэтому начал искать альтернативные варианты. И пока что придерживаюсь тому, что буду устанавливать декоративные панели из мраморной крошки. Они легкие, не съедают много места и могут монтироваться прямо по пеноплексу. Есть только одна небольшая проблема. На месте бывшей утепленной бытовки после ее разбора образовались этакие впадины в стенах, так как там не штукатурили. Чтобы выровнять этот перепад, я и решил сделать несколько слоев утеплителя. Так не придется заморачиваться со смесями и процесс выравнивания будет гораздо быстрее. Замерил необходимую толщину и получилось, что 20 мм как раз будет идеально. Сначала пришлось разобрать первый ряд утеплителя на стене, так как он был смонтирован без выравнивания. Ножом отрезал вплотную к стяжке, сделал подрезы по краям и демонтировал утеплитель. Избавиться от шляпок дюбелей мне помог мультитул. Далее наносим клей пену на листы толщиной 20 мм и прикладываем их к стене. А уже сверху пеноплекс толщиной 50 мм тоже через клей пену. Все это дело дополнительно фиксируем на тарельчатые дюбеля и получаем вполне неплохой результат. Про характеристики пеноплекса я вам уже неоднократно рассказывал. Если вкратце, то это идеальный материал для утепления. Пеноплекс имеет высокую теплозащиту, почти нулевое водопоглощение, не является средой для развития бактерий. В общем, для моих задач самое то. Дальнейшее утепление происходило по уже знакомой схеме. Делаю замеры, отрезаю лишнее, наношу клей пену как на сам лист, так и на места соприкосновения с другими листами, чтобы соединение было более качественным. Прикладываю пеноплекс к стене и фиксирую на тарельчатые дюбеля. Процесс довольно монотонный и спустя какое-то время все происходит на автомате. Главное не перепутать, с какой стороны подрезать, а то приходилось походу импровизировать. Ну что, друзья, наконец я приступил к утеплению стен в будущей мастерской. Вчера высвободился вечер и все это время посвятил работе. Основным изменением является то, что я полностью отказался от чистовой отделки в качестве гипсокартонных листов и буду применять декоративные панели на основе мраморной крошки, которые крепятся прям по утеплителю. Это позволит мне сэкономить внутреннее пространство, ну и немного проще по монтажу. Для этого необходимо избавиться от таких вот впадин и дефектов стен и я использую в качестве проставки пеноплекс толщиной 20 миллиметров и выходит довольно-таки ровная стена. Как для мастерской, так вообще идеально. Нет необходимости заниматься шпаклеванием, выравниванием и так в целом результатом я остался доволен. Ну и предстоит еще, конечно же, много работы впереди. Поэтому не будем затягивать, нагнетаем плюсовую температуру, достаем инструмент, подготавливаемся и за работу. Забегая немного вперед, скажу, что вот такой коробки клей-пены, состоящий из 12 баллонов, мне немного не хватило на весь объем утеплителя, включая потолок. И пришлось докупать еще пару баллонов. Ну а в целом процесс уже довольно налажен, поэтому никаких вопросов не возникало. Наносим клей-пену на места соединения, затем на сам лист пеноплекса, далее прикладываем утеплитель и дополнительно фиксируем его при помощи дюбелей. Спустя какое-то время моего роста перестало хватать, и вот тут началось настоящее веселье. Чтобы сделать замер, необходимо залезть на стремянку. Чтобы нанести клей-пену, необходимо снова залезть на стремянку. Чтобы установить лист, стремянка. Чтобы просверлить отверстия для дюбелей, стремянка. Чтобы установить эти дюбеля, снова стремянка. И так на каждый лист. В общем, зарядка очень даже неплохая, а сверлить отверстия стоя и периодически шатаясь на стремянке, заменит любой тракцион. Еще с момента разбора стеллажей в боксе на противоположной стене от ворот висел металлический ящик, который я не стал снимать, потому как утеплению пола он не мешал. Сейчас же необходимо его разобрать. Внутрь уже заглядывал, и там был старый автомат. По крайней мере, мне так казалось. По факту решил не рисковать и сначала проверить напряжение. Это решение было правильным, потому как к автомату подходило три алюминиевых жилы, и все три были под напряжением. Подумал, что провод идет от основных автоматов, и решил выключить постепенно каждый. Но даже с полностью отключенным электричеством индикатор показывал напряжение. То есть все мы с вами понимаем, что это был за автомат, и теперь у меня новая головная боль. Как с постоянным напряжением заизолировать провод и демонтировать его со стены. А вообще, я его планировал отрезать под корень. В итоге придется немного отложить эту операцию до момента работ с электричеством. Ну что, друзья, на данный момент, после полутора дней работы, мы с вами имеем вот такой вот результат. Как все получается, я в целом остаюсь доволен, и давайте вам покажу, насколько ровная стена выходит. Конечно, есть небольшая впадинка вот там, но от нее попробую избавиться в будущем посредством клея. На сегодня задача стоит закончить с двумя стенками вот этой вот и вот этой. Не знаю, хватит ли времени на вот такие подрезки, но если останется, тоже займусь. А особого внимания заслуживает еще вот этот замечательный автомат. Все под напряжением, мне дальше необходимо утеплять, поэтому сейчас буду на свой страх и риск все это дело изолировать и пробовать работать дальше. Ну, не будем затягивать, и за дело. Отрезать под корень и оставить там провод навечно, как это планировалось изначально, не получится. Иначе вся улица останется без электричества, в том числе и я. Начал думать, как выходить из ситуации. Первичный осмотр показал, что напряжение в жилах постоянное, и отключить его невозможно. Но только если залезть на опору и отсоединить запитывающий бокс-провод. В общем, решил на свой страх и риск изолировать жилы и продолжить работы. Чтобы увеличить себе пространство для работы и уменьшить риск случайного касания жилы, решил разобрать ящик, в котором находился автомат. Выкрутил несколько саморезов снизу и по бокам, выстучал дно и отсоединил сам автомат от задней стенки. Теперь самое напряженное. Необходимо хорошо заизолировать жилы. Сначала решил прибегнуть к термоусадке. Подобрал подходящий диаметр, при помощи пассатиж с изолентой надел термоусадку на жилу и затем прогрел феном. Отгибаю жилу и аналогичную операцию повторяю и с другими фазами. Честно скажу, в процессе было немного боязно, поэтому старался все делать максимально аккуратно. В итоге, спустя небольшое количество времени, все жилы были заизолированы. Но решил, что этого недостаточно и дополнительно прошелся изолентой, контролируя, чтобы провода не касались друг друга. За эти полчаса работы я неплохо так взбодрился, но хорошо, что все закончилось благополучно. И сейчас можно спокойно продевать утеплитель и сворачивать кабель. Убирать его полностью планирую при замене счетчика и щитка. Тогда я бригаду вызову и отрежу под корень. Опасные работы завершены и можно приступать к дальнейшему утеплению. А там все стандартно. Эта стена была самой сложной в работе, потому как именно на ней сконцентрированы все провода. Поэтому буквально через час работы я столкнулся с другой проблемой. Старый электрический щиток. Естественно, он тоже под замену и пока демонтировать не буду, потому как электричеством пользуюсь постоянно. Сам щиток заштукатурен по краям и все несущие элементы вместе с ним. Поэтому решил временно его обойти и оставить место для будущего отдалбливания перфоратором. Планирую рядом собрать новый щит с новым счетчиком, сделать современное подключение через сип-кабель и уже затем демонтировать старый. Чуть позже подобрался к проводам, которые были брошены поверху в кабель-каналах. Там находилось два силовых и пару слаботочных. Один силовой отвечал за свет, а второй на конце был заизолирован. В общем, убрал провода с кабель-каналов, лишнее открутил, что-то обрезал, демонтировал прожектора и временно их закрепил на шляпку тарельчатых дюбелей. Далее никаких форс-мажорных обстоятельств не было и все происходило штатно. Основной сложностью утепления потолка являлась работа на высоте. Еще на стенах я вдоволь напрыгался на стремянки, поэтому четко решил, что для потолка привезу пару секций лесов. Собственно, с этого и началась работа. Загрузил в прицеп леса остатки утеплителя, доску 50 на 150 для настила и пару реек, чтобы все это дело закрепить воедино. При строительстве дома технология самостоятельной сборки лесов была отточена и поэтому никаких проблем не было. Устанавливаю боковые рамы, соединяю их распорками, а наверх закидываю доску, которую по краям скрепляю рейками, чтобы ничего не болталось. Очень удобно, что мастерская по ширине более 6 метров и леса тут помещаются идеально. Даже остается место для маневров. Ну а когда все готово, то и работа намного веселее. Первый ряд утеплителя начал устанавливать на 5 дюбелей каждый лист, но потом вспомнил, что плиты перекрытия пустотелые, а на потолке не планируется никакой отделки. Вернее, потолок-то будет, но подвесной, поэтому решил, что хватит и 2 дюбеля на каждый лист. Кстати, по той же причине, навесного потолка не стал выравнивать основание при утеплении. Его все равно не будет видно, а на качество это не влияет. Так и пошла работа. Наносил клей-пену сначала на места соприкосновения, затем на лист утеплителя, прикладывал его на потолок, фиксировал в замке и бурил несколько отверстий под дюбеля. Ничего сложного и работа шла намного быстрее, чем со стенами. Сразу же закидывал на леса пачку пеноплекса, там же подрезал листы в случае необходимости и там же проводил все манипуляции. После того, как несколько рядов было смонтировано, проходился и пропенивал все стыки для дополнительной защиты. Конечно же не хватило утеплителя, поэтому на следующий день съездил на ближайший строительный рынок. Немного переплатил относительно того, почем брал раньше на складах, но объем небольшой, поэтому с учетом затрат на бензин и времени выходило примерно так же. Продолжил работу и буквально за несколько часов удалось полностью завершить с монтажом пеноплекса. Сразу разобрал леса, убрал из помещения все лишнее и перенес прицеп. Из отрезков облагородил откосы у ворот, при этом фиксируя их малярным скотчем. Хорошенько подмел и приступил к пропениванию мест соприкосновения. На самом деле, если мы при монтаже использовали пену, в том числе и в замках листов, то эта процедура не обязательно. Однако большие щели лучше все-таки заполнить клей пеной. Я решил не заморачиваться и прошелся по всем стыкам. Продолжение следует... Вот и все работы по утеплению помещения закончены и можно приступать к следующему этапу. По времени утепления у меня заняло полноценных 5 рабочих дней и за это время я вымотался прилично. По факту полученным результатом остался доволен и сейчас с чистой совестью можно приступать к финальному выравниванию пола, формированию нового электрического подключения и сборке щитка. В общем, работа в самом разгаре. Ну а если видео было вам полезным, либо просто понравилось, то лучшая благодарность для меня это будет палец вверх и, конечно же, ваша подписка. Ну и как обычно, я с вами не прощаюсь.